Сегодня утром в самый час пик дорога на работу чуть было не обернулась трагедией для десятков пассажиров. На пути из Сергиева Посада в Москву всего в 14 километрах от кольцевой дороги загорелся автобус. Несмотря на то, что все пассажиры успели выбраться из горящей машины, многие все-таки получили травмы. Семь человек в больнице. И новые данные по крупной аварии в Тульской области. Там перевернулся междугородний автобус Москва-Ереван. Погибли восемь человек. Раненых более сорока, причем пятеро находятся в реанимации. Все пострадавшие граждане Армении. На место трагедии в Тульскую область выехал наш корреспондент Марина Светлая. Машины скорой помощи и спасателей приехали уже через 10 минут. Некоторые пассажиры не могли самостоятельно выбраться из салона. Всего в автобусе находился 61 человек. Все граждане Армении, детей среди них не было. Пострадавших оперативно развезли по ближайшим больницам. Не могу, почему? Мы на втором этаже. Откуда знаем, что случилось? Все, кто в реанимации, находятся пациенты в тяжелом состоянии. Не все проводятся обследования, лечения, необходимые мероприятия. Разрешенная скорость на этой трассе 90 км в час. Рекомендованы 70. Ехал ли автобус с превышением, пока не установлено. После того, как левый борт задел разделительное ограждение, водитель резко дернул руль вправо. Появился крен. Выровнять автобус уже не удалось. Следователи проверяют две основные версии. Техническая неисправность автобуса и вина водителя, который предположительно уснул за рулем. Сейчас автобус отбуксировали на ближайшую парковку. В нем все еще находятся вещи пассажиров. Видно, что автобус очень сильно пострадал с обеих сторон. Вмятины есть даже на крыше. В ближайшее время дорожный надзор обещает проверить лицензию транспортной компании, которая выпустила этот автобус в рейс и провести техническую экспертизу. Вопросы связаны с лицензией, вопросы связаны с разрешительной документацией и работой тахографа, потому что водитель должен иметь время для отдыха. Тахограф в автобусе фиксирует скорость транспортного средства, а также остановки и их длительность. Только после расшифровки данных будет ясно, виноват ли в случившемся водитель. Он вместе со сменщиком находится в областном УВД и дает показания. В настоящее время установлено, что водитель был трезв. Сотрудники полиции получили сведения, что водитель в июне этого года привлекался в Москве к административной ответственности за управление автобусом «Хайгер» при наличии неисправностей, во время которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Тот же этот автобус или нет, пока неизвестно. По факту ДТП полицейские возбудили уголовное дело. Если выяснится, что аварию все-таки спровоцировал водитель, ему грозит до 7 лет лишения свободы. В случае, если причина в техническом состоянии автобуса, по закону будет отвечать еще и транспортная компания, которая разрешила выйти на маршрут заведомо неисправному автобусу. Марина Светлая, Вадим Вяземский, Тульская область, Первый канал.